Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Дарья Каменских. Смотрите в этом выпуске. Социальные выплаты в Красноярском крае увеличились на 5%. Каких категорий граждан это коснется? Госдума опубликовала производственный календарь на 2024 год. Ближайшие длинные выходные ждут россиян в феврале. В пол-арт-резиденции открылась новая выставка работ московской художницы Елены Поповской «Норильск Тера Инкогнито», каким столичный мастер увидел заполярный город. Социальные выплаты в Красноярском крае увеличились на 5%. Так проиндексирована финансовая помощь семьям с детьми, ветеранам труда, труженикам тыла и другим категориям граждан. Число тех, у кого выросли выплаты, также вошли пенсионеры без льготного статуса. Увеличился и размер краевого маткапитала, предоставляемого за рождение третьего или последующего ребенка. Ранее сумма была 167 724 рубля. Теперь она составляет 176 110 рублей. Это стало возможным благодаря тому, что бюджет региона продолжает оставаться социально ориентированным. В этом году более 40 миллиардов рублей направят на реализацию мер соцподдержки. Их получат более миллиона 400 тысяч жителей Красноярского края, отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Госдума опубликовала производственный календарь на 2024 год. После новогодних каникул следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале. В честь празднования Дня защитника Отечества отдыхать будем 23, 24 и 25 февраля. Затем Международный женский день и еще три выходных дня – 8, 9, 10 марта. Майские праздничные выходные традиционно станут одними из самых длинных в году. Сначала в честь праздника «Весны и труда» россияне будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. При этом суббота 27 апреля станет рабочий. Затем 9, 10, 11 и 12 мая будем отдыхать уже в честь Дня Победы. 12 июня отдыхаем и отмечаем День России. День народного единства в этом году выпадает на понедельник. Выходные продлятся всего два дня – 3 и 4 ноября. 2 ноября – суббота – будет рабочий. Затем 9, 10, 11 и 12 мая будем отдыхать уже в честь Дня Победы. Детский сад в Каиркане сдадут раньше срока. Уже весной этого года около 300 юных норильчан окунутся в мир детства в стенах обновленного дошкольного учреждения. Окна, стены, облицовка здания уже обновлены. Ремонт детского сада в Каиркане на Первомайской 4 силами градообразующего предприятия близится к завершению. Ремонт начался летом прошлого года с планировки территории. Подрядная организация, выполняющая работы по ремонту объекта – строительная компания «Лидер». Не первый год работает в Норильске. Специалисты этой компании принимали участие в строительстве «Айки» и жилого дома для приглашенных специалистов. Данному объекту уже почти 40 лет, и за это время он ни разу не подвергался капремонту и реконструкции. Поэтому, по словам специалистов компании «Норникель», объем работ был внушительный. В объем капитального ремонта входит полный демонтаж внутренних перегородок, частичная замена плит перекрытия, плит кровли, полная замена внутренних инженерных коммуникаций, возведение новых перегородок и красивый ремонт детского дошкольного учреждения с оснащением его новым бассейном, мебелью, красивыми детскими группами и помещениями для персонала. На объекте одновременно работают 90 специалистов. Работа ведется на всех этажах. В новом детском саду будет особенно тепло из-за мощного слоя утеплителя, а также благодаря использованию современных двухкамерных стеклопакетов. В активной стадии бетонные работы – заливка полов и внутренняя отделка, оштукатуривание стен. В январе мы планируем стяжку полов, полностью закончить перегородки в планов и уже дальше продвигаться по сантехнике и по электрике, по электрическим работам. Согласно комплексному плану социально-экономического развития Норильска, отремонтированное здание должно распахнуть свои двери в 2025 году. Но компания «Норникель» уверяет – уже весной этого года все работы будут завершены. Дарья Каменских, Норильские новости. В полуарт-резиденции открылась новая выставка работ московской художницы Елены Поповской «Норильск. Терра инкогнито». Каким столичный мастер увидел заполярный город, расскажем в сюжете далее. На выставке «Норильск. Терра инкогнито» представлены графические абстракции художницы из Москвы Елены Поповской, книжного иллюстратора и дизайнера, члена Московского союза художников. Абстракции – это авторское художественное видение, которое стало итогом творческой работы Елены, которую она воплотила за три недели жизни в Норильске. В своих работах художница стремится отвечать на личные смысловые вопросы и развивать визуальный язык. Этот художественный интерес и привел ее в Норильск. Выставка – это попытка представить северный город перед отчужденным, но доброжелательным гостем. Работы с городскими пейзажами выполнены мягкой пастелью и графитным карандашом. Есть знакомые всем сюжеты борьбы норильчан с сильным ветром по пути на работу или в школу. Художница говорит, Норильск показался ей мистическим. У меня исключительно такой мистический взгляд на него, потому что он всегда находится вот в этом сейчас в свете фонарей, темный, в пару всегда. И поэтому у него такой вайб немножко мистический для меня. Помимо мистического впечатления художница запомнилась о Норильске и много другого. Мне очень понравился музей, мне очень понравился театр ваш прекрасный совершенно. Я была на Голгофе, и это тоже впечатляюще очень. Но основное какое-то впечатление у меня от людей. Мне кажется, что без людей все не важно. Посетить выставку можно по предварительной записи. Дополнительная информация на сайте Музея Норильска. Дарья Каменских, Надежда Балдакова, Николай Букало, Никита Левенец. Норильские новости. Альтернативный рок и все его грани. Познакомиться с этим музыкальным стилем предлагает новая молодежная рок-группа КГДС. Музыканты пока еще в начале своего творческого пути, но уже радуют норильскую аудиторию достойными каверами. Раз, два, три, погнали. Барабанщик задал ритм, и вот ребята пускаются в музыкальный отрыв. Знакомьтесь, перед вами, возможно, будущий популярный рок-бенд КГДС. Группа собралась этой весной, как и многие музыкальные бенды, сначала просто для души. Но теперь ребята играют на регулярной основе и помимо каверов на известные многим драйвовые композиции, делятся со зрителями и своим собственным творчеством. Мы играем в основном альтернативный рок. На грани жанра, скажем, мы хотим использовать, например, из древнерусского фольклора какие-то мелодии и так далее, какие-то стилистические особенности, пачки вокала, расщепления, мешать. И мешать это таким образом, чтобы это оставалось одновременно и в рамках альтернативного рока, но и звучало как-то иначе. Путь каждого участника в музыку был непрост, но все же интересен. Так у гитариста Глеба Старостина мотивацией для занятий музыкой стало наличие дома старой гитары отца. У отца была советская гитара, которая в районе 40 лет. Мне было интересно, отец тоже хотел, чтобы я научился играть на гитаре. Он мне дал эту гитару, было максимально неудобно, сложно. Ну, советская гитара, еще такой возраст, она давно у мастера не была, было очень сложно, но как-то все-таки захотелось. КГДС играют в жанре альтернативного рока. Состоит группа из четырех парней, студентов Заполярного госуниверситета, которых объединяет не только любовь к музыке и желание ее исполнять на публику, но и учеба. Все участники группы – будущие айтишники. Кстати, над названием музыканты тоже недолго думали. КГДС – это просто первые буквы имен участников. Парней вдохновляет родной город, и они даже хотят отразить любовь к нему в своем творчестве, передать романтику панелек. Хочется мешать и то, и другое, и эмоции, и что-то такое, повествование. Мы живем в таком необычном городе, ну, у него есть своя романтика нынче, это романтика панелек. Тоже об этом хотелось бы написать песню в соответствующей стилистике. Группа уже выступала на площадках молодежного центра и антикафе. В планах на этот год продолжить выступление и радовать слушателей новыми релизами. Надежда Балдакова, Дарья Каменских, Никита Левенец, Норильские новости.